Слушайте доктора. Ну да, в этом году случаев присасывания клещей гораздо меньше, чем обычно бывает, что связано действительно с не очень теплой погодой, но зато можно предполагать, что этим летом будет клещей довольно много. Потому что известно, что клещи любят весну многоводную, так как им для жизни главное нужна вода. Да, поэтому я думаю, что если это лето будет не такое жаркое, как в прошлом году, то вполне возможно, что у нас будет подъём заболеваемости, потому что в прошлом году случаев заболевания было достаточно мало, так как при такой жаре клещи активности большой не проявляли. То есть прохладная, влажная погода – это то, что нужно клещу? Да, им это подходит. Ну, чтобы не очень только, конечно, холодно всё же было. Хорошо. То есть ничего хорошего, конечно, но мы будем ожидать, что всё-таки солнце выйдет и нас порадует и отпугнёт клещей. Но готовиться всё равно, конечно же, нужно. Поскольку мы знаем, что медицинский центр «Лайт», собственно говоря, занимается тем, что и снимает клеща, и проводит анализ по страховкам от всех страховых компаний города, уже сейчас, я так понимаю, поступает первое обращение и в «Лайт» тоже. Да? Ну да, уже есть такие люди. А когда вообще, в принципе, начинается период активности клещей? И сколько он длится? Давайте расскажем нашим слушателям, когда начало, сколько длится период и когда наиболее опасное время? Ну, обычно в нашей области активность клещей начинается где-то примерно с середины апреля, там, ну, может быть, плюс-минус 10 дней, опять же, в зависимости от погоды. И продолжается активность клещей, опять же, в зависимости от погоды, где-то до конца сентября, а если тёплый октябрь, то и в октябре ещё обращаются люди со случаями присасывания клеща. Но самые активные клещи обычно бывают в мае и в июне. Это связывает с тем, что они просыпаются от зимней спячки, голодные. Да, наши граждане как раз в мае выезжают на шашлыки, майские праздники, вот, в День Победы. И как раз обычно вот после этого начинают обращаться по поводу присасывания клеща. Надо сказать, что в этом году, вот сейчас буквально, когда мы с вами записываем программу, идёт обработка от клещей общественных пространств, парков и садов. Но мы знаем, что эти пространства не так велики. И скажите, пожалуйста, вот эта обработка с химикатами, она спасает нас вот в этих местах от клеща? Это стопроцентная гарантия? Ну, она в какой-то степени нас спасает, но даже сами эпидемиологи рассказывают, что обрабатываются, конечно, не полностью все у нас зелёные массивы, потому что нужно слишком много средств для этого. И вот, например, каждый год обрабатывают кладбище вокруг города. Там, например, говорят, что обрабатывается только центральная аллея, а обработать всё возможности нет. И то же самое, конечно, в наших садах и парках. При этом надо сказать, что в последние годы клещи активизировались не только за городом, но и в самих городах. Что, в общем-то, связано с тем, что плохо убирают наши парки. Вот сейчас, когда снег стаял, мы все видим, как много гниющих листьев лежит на газонах. Вот как раз в этих листьях клещи зимуют. И вполне возможно, что сейчас уже у нас и в городе они активизировались, и скоро будут поступать пациенты, у которых клещи присосались прямо в городе. Это, в принципе, ежегодно у нас бывает у цирка в парке, в Халтуринском парке, и у некоторых даже просто на улицах города бывает. Потому что теоретически птицы могут переносить клещей, и известны случаи, когда клещи с птицей даже падают в коляску к грудному младенцу и присасываются у него где-то. Да, ну вот это действительно настораживает. Я сейчас подумала о новых веяниях, урбанистике, когда говорят, что вот как раз не надо с газонов убирать листья, они перегниваясь, снабжая минеральными веществами траву и деревья. Но есть другая сторона процесса – это клещи. Биологи, да, доказали, есть даже докторская диссертация на эту тему написана, в которой объясняется, почему в городах у нас так активизировались клещи в последнее время. Потому что листья остаются... Потому что, да, мы небрежные в уборке, плохо убираем. Вот мы сейчас добрались до заболеваний, которые переносят клещи. Я-то, конечно, как любой обыватель, продвинутый в использовании интернета, естественно, открыла массу сайтов. И я вижу, что там в элементарной Википедии на главной странице этих заболеваний, которые переносят клещи, 15 перечислено, а дальше внизу ещё такое, значит, слово, словосочетание «и другие» написано. То есть в моём представлении заболеваний 2-3, о которых я знаю, на слуху они меня там, да, клещевой энцефалит и болезнь лайма. А их тут такое огромное количество оказывается. Ну, инфекций вообще много разных существует, но не все инфекции, естественно, регистрируются в нашей области. Кроме того, и клещи весьма разнообразные. Вот мы говорим сегодня об эксодовых клещах, которые именно переносят клещевые инфекции, актуальные для нашей области. И у нас в области это в первую очередь клещевой энцефалит и клещевой боролиоз. Вернее, боролиоз у нас стоит на первом месте, так как у нас заболеваемость боролиозом выше гораздо. Ну и в последние годы у нас ещё в клещах определяют ирлихии и анаплазмы. Ну, надо сказать, что эти заболевания, они практически лечатся так же, как боролиоз. И профилактика примерно та же самая. Поэтому, ну, в общем, большого-то значения они, собственно говоря, не имеют. И вообще они больше актуальны для лиц, может быть, с иммунодефицитом каких-то ослабленных. А для нас это вот всё-таки клещевой энцефалит и клещевой боролиоз. То, что действительно у нас встречается часто, и чем у нас люди болеют, и умирают от клещевого энцефалита каждый год. Да, вот это для нас актуально. Ну, я порадую всё равно наших слушателей названиями болезней, которые переносят клещи. Лихорадка цусугамуши, североазиатский клещевой рикетсиоз. Особенно понравился нашей редакции бобезиоз. Понравился по названию, но совершенно не понравились картинки и описание болезней. Вот это всё редкие какие-то вещи, да, которые вообще в Кировской области не встречаются. Да, рикетсиоз – это больше характерно для Сибири, не для нас. Цуцугамуши – это тоже не наше. Ну, и бобези, в общем-то, тоже это для нас не актуально, скажем так. В общем, не углубляйтесь в интернет. А знаете про те болезни, которые актуальны, к сожалению, никуда не деться для нашей области. Вот мы сейчас про них и расскажем. Давайте начнём с заболевания, которые всегда, которые, как вы сказали, здесь у нас наиболее часто встречаются. Бролиоз. Как оно начинается, какие у него симптомы, как оно развивается, и чем оно грозит, если его вовремя не распознать и не вылечить? Ну, надо сказать сразу, что клещевой боролиоз – заболевание достаточно серьёзное. Умирать от него у нас пока, конечно, в стране вроде бы никто не умирал, но опасность его в том, что если не лечиться или неправильно лечиться, то может развиться хронический боролиоз, который, в общем-то, испортит значительно жизнь человеку. Значит, после присасывания клеща инкубационный период может составлять от суток до 30 дней, но в среднем где-то 2 недели, когда через 2 недели начинается заболевание. И, в общем, надо сказать, что острый клещевой боролиоз может в двух вариантах протекать. В одном случае у человека возникает такое красное кольцо в месте присасывания, и при этом температура может быть небольшая, а у некоторых даже вообще может не быть температуры. И человек обращается к врачу вот только по поводу вот этой кольцевидной эритемы, которая возникает в месте присасывания. Я-то просто опишу нашим слушателям, я открываю сейчас в интернете картинки. Это такая история, как бывает, когда луна в такой радужной оболочке. Пятно, а вокруг него ещё кольцо такое красное. Вообще выглядит это ужасно, конечно. Но американцы сравнивают с бычьим глазом, они обычно пишут. И второй вариант острого течения – это когда вот этот вариант гораздо хуже, потому что его часто пропускают, так как у человека просто может немножко подняться температура, появятся небольшие жалобы, например, там немножко голова болит, так вроде как-то не может, со слабость. Многие считают, что это ОРЗ или там устал на работе, и к врачу не обращаются. А это так называемая безэритемная форма клещевого боролиоза, которую, поскольку чаще пропускают, то она потом переходит без лечения в подострую форму, когда уже боррелия поражает не только кожу, она поражает разные органы и системы организма. И на подострой стадии у человека может поражаться сердце, суставы, нервная система, может развиться менингит, и если не лечиться дальше, то в дальнейшем может развиваться уже хроническая форма с такими серьёзными поражениями сердца, опять же, суставов, центральной нервной системы, кожа может тоже поражаться. И, в общем-то, это, надо сказать, достаточно неприятно. Чего зависит длина инкубационного периода? Вы сказали, от суток до месяца практически. Ну, вероятно, она зависит, во-первых, от количества боррелей, которые находились у клеща и попали человеку, ну и, кроме того, от состояния самого человека, да, от состояния его иммунитета, от наличия или отсутствия у него каких-то сопутствующих заболеваний. Значит, естественно, чем больше боррелей, чем хуже иммунитет у данного человека, тем, вероятно, инкубационный период будет короче, скажем так. Итог каков, когда мы говорим, там, это если мы упустили, да, это заболевание, итог каков, если мы говорим о хроническом заболевании, человек, он умирает, он становится инвалидом. Как он выглядит? Нет, он не умирает, он скорее может стать инвалидом, скажем, у меня были больные, у которых в хронической стадии формировался порог сердца, даже была такая больная, значит, суставы беспокоят, да, может развиться миокардиодистрофия, и даже поражение нервной системы очень часто напоминает по проявлениям рассеянный склероз. Ну, возможно, люди знают, что такое рассеянный склероз. Такое тяжёлое заболевание достаточно, которое плохо поддаётся лечению. Вот при баралиозе могут быть поражения, напоминающие этот рассеянный склероз. Есть разница, как протекает заболевание у взрослых и детей? Ну, в общем-то, особенно нет, наверное. Может быть, просто в остром периоде считается, что у детей чаще поражается нервная система, центральная нервная система, чем у взрослых. А так в основном достаточно похоже протекает. А при баралиозе в какое время необходимо сразу получать лечение? И какое? Ну, при баралиозе важно как можно раньше, как при любой инфекции, как можно раньше начинать лечение. Есть там какой-то критический период? Вот если упустили там сколько, 4-5 дней, то уже будет другой совершенно вариант. Нет, это сложно сказать. Если мы говорим о клещевом баралиозе, то тут следует вспомнить, что нет специфической профилактики баралиоза. То есть мы не можем привиться, например, от баралиозы. И единственное средство защиты – это начало приема антибиотиков. После присасывания клеща. Вот здесь вот очень важно, чем раньше вы начнете пить антибиотики, тем лучше будет эффект, соответственно. Ну, вы наверняка получали людей в свои руки, которые приехали, и у них там 2 недели назад они были на шашлыках. 3 недели назад. Спасти получается? Ну, если, в общем-то, почему? Получается, конечно, каждый человек индивидуален, и у кого-то, в общем-то, достаточно успешное лечение бывает, даже если он поздно начнет лечение. А если я пришла с клещом, прям вот сегодняшним, свеженьким, и сразу же получила лечение антибиотиками, у меня какие шансы? Очень хорошие шансы. Но это только не лечение будет, это будет химиопрофилактика у вас называться. Хотя некоторые называют это превентивным лечением, еще можно так назвать. Но, как я сказала, чем раньше мы начнем получать антибиотики, тем лучше будет эффект. И как бы в мире уже давно доказано, что прием антибиотиков достаточно эффективен в адекватных дозах и, соответственно, при адекватной длительности приема. Как долго может длиться лечение релиоза? При своевременном обращении? Ну, длительность химиопрофилактики, если вот мы говорим, что человек обратился после присасывания клеща, проводит химиопрофилактику, то химиопрофилактику в настоящее время рекомендуют проводить в течение 10 дней для успеха. Если говорить о лечении, уже когда человек заболел, то здесь длительность лечения зависит от периода заболевания. В остром периоде мы назначаем антибиотики в течение 10-14 дней, а если уже подострый пошел период или хронический, то здесь лечение составляет где-то от 21 до 28 дней. Вот так. Ну, давайте перейдем к энцефалиту. К энцефалиту. Несмотря на то, что заболевает энцефалитом реже, чем абролиозом, у меня есть ощущение, что не менее тяжелое заболевание, а Вы говорили в начале программы, что оно смертельно опасно. Ну, да. Клещевой энцефалит, несмотря на то, что он уже достаточно давно известен и, в общем-то, лечение его разработано, но, тем не менее, у нас в области достаточно высокая заболеваемость. Мы, так сказать, среди лидирующих регионов, к сожалению, по этому заболеванию тоже. Это потому, что у нас такие природные условия? Да. Влажно и холодно? Ну, нет, тайга, лес. Вот. И, соответственно... Вы говорили о том, что у нас всё-таки условия такие, что мы в лидерах по заболеваемости энцефалит. Да. И особенно, когда бывают подъёмы заболеваемости, у нас регистрируются летальные исходы. И вот до последнего времени умирали только взрослые пациенты от клещевого энцефалита. Но пару лет назад был первый случай, когда у нас погиб ребёнок от клещевого энцефалита. Хотя с момента регистрации этого заболевания на территории области у нас раньше такого не было. И мало того, в последние годы доктора, которые занимаются клещевым энцефалитом, говорят о том, что это заболевание стало тяжелее протекать. И среди детей тоже стало больше тяжёлых очаговых форм, когда ребёнка выписывают... Ну, в общем, как бы острый период закончился, но его выписывают с такими последствиями, что его приходится переводить в неврологическое отделение сначала, а потом он ещё длительно проходит лечение в различных реабилитационных центрах и не всегда со стопроцентным успехом, скажем так. То есть клещевой энцефалит стал протекать тяжелее в последние годы. Более агрессивной стала болезнь, да? Да, как-то, да. А с чем это связано, учёные уже понимают? Ну, говорят, что это, возможно, связано с тем, что вообще как бы популяция вируса клещевого энцефалита, она неоднородна, и на территории разных регионов в мире циркулируют несколько разные вирусы. Вообще как бы давно известно, что тяжесть клещевого энцефалита усиливается с юга на север и с запада на восток. И вот у нас, соответственно, в стране самые тяжёлые случаи клещевого энцефалита регистрировали всегда на Дальнем Востоке. И вот предполагается, что штаммы вируса клещевого энцефалита оттуда к нам, возможно, перемещаются, а, возможно, идёт мутация наших вирусов в связи с чем-то. Ну, пока это всё на стадии изучения находится, скажем так. Ну, от клещевого энцефалита можно привиться, в отличие от бролевоза. Да, от клещевого энцефалита можно привиться. И, в общем-то, вакцин достаточно. У нас на территории страны лицензированы зарубежные вакцины, немецкая, австрийская и две российские вакцины. Но прививаться желательно начинать ещё осенью, потому что иммунитет вырабатывается не сразу. И очень плохо, если человек привился и сразу же пошёл в очаг клещевых инфекций, где там могут присосаться клещи. Как там дальше после этого пойдёт процесс, вообще трудно предсказать. Поэтому мы рекомендуем начинать прививки таким образом, чтобы последнюю прививку делать не позднее, чем за две недели до начала клещевого сезона. То есть к первому апрелю где-то примерно прививаться. Что значит последнюю прививку? Их несколько нужно сделать? Значит, курс прививок, основной курс состоит из двух инъекций, которые надо хотя бы сделать в этом году, чтобы можно было летом уже более или менее спокойно себя чувствовать. Третья прививка делается через 9-12 месяцев, и потом раз в три года надо ещё ревакцинацию проводить. И, насколько я понимаю, всё-таки прививки от клещевого энцефалита это решение каждого отдельного человека самостоятельное. Хочу прививать, хочу нет. Да, конечно. Это всё не входит в национальный календарь. Нет, в календарь не входит. Это не осуществляется через учебные заведения, через школы, институты и так далее. Это только вот сам человек должен знать, прийти и привиться, если он хочет. Ну, за исключением людей некоторых профессий, работа которых связана с лесом, и которые по ходу своей работы могут заразиться клещевым энцефалитом. Вот таких их как бы прививают массово, да, на работе даже, группы риска так называемые. Кроме энцефалита, ещё от каких-то болезней, переносимых клещами, прививают? Нет. Речь идёт только об энцефалите. Дорогая ли эта прививка? Можем мы озвучить, сколько она стоит? Ну, иностранные вакцины, они дороже, естественно. Отечественные вакцины дешевле. Но вот если говорить как бы о качестве, то всё-таки считается, что немецкая вакцина получше, она более очищенная, меньше даёт реакций каких-то поствакцинальных. И кроме того, как бы, чем хороша немецкая вакцина, детей можно ей прививать с годика. А, скажем, наши вакцины разрешены к применению детей только с трёх лет. Мы сегодня говорим о клещах, о том, что начался сезон клещей, о болезнях, которые переносят эти насекомые, и как от них защититься и от насекомых, и от болезней. Говорим мы с врачом-инфекционистом медицинского центра «Лайт» Еленой Утенковой. Елена Олеговна, вот представим себе, что мы успешно съездили на шашлыки. Мы приехали, привезли с собой клеща. Что нам делать? Он на нас. Ну, если... Во-первых, мы обычно всем рекомендуем после того, как мы вернулись с природы, осмотреть себя подробно, особенно в тех местах, где любят клещи присасываться. Это подмышки, паховая область у женщин под грудью. За ушами. Ну, у детей чаще на голове, да, за ушами и на шее это бывает, потому что клещи, они примерно сидят над землёй где-то на уровне метра, и когда они попадают на человека, они особенно так не бегают. Дети маленького роста примерно где-то приходятся на голове, на шее. У взрослых это туловище. Значит, осмотреть, и если мы обнаружили у себя клеща, то, соответственно, надо обратиться в медицинское учреждение. Маслом это вот поливать не надо, удалять, в пробирочку складывать? Нет, самим удалять не нужно, потому что не так просто удалить клеща, и очень часто отрывают только туловище, а головка клеща остаётся, потом это всё нагнаивается. Поэтому нужно обратиться в медицинское учреждение, где работают люди специально обученные для удаления, скажем, вот обратиться в лабораторию ЛАЙТ, где клеща удалят, и его возьмут на исследование. Результат будет готов где-то в течение суток, после чего, значит, человек будет знать, какими инфекциями был заражён клещ. Значит, если он был заражён, то следует с анализами обратиться к инфекционисту, который порекомендует профилактику. Ну, что касается клещевого энцефалита, то это в настоящее время введение противоклещевого иммуноглобулина проводится. Сразу же, как только получены результаты? Да, желательно, как можно раньше это всё, чтобы было. И назначается приём антибиотиков в качестве профилактики клещевого боррелиоза. После этого обычно следует в течение месяца наблюдаться у инфекциониста, то есть измерять каждый день температуру, осматривать место присасывания, не появилась ли там эритема. И если в течение месяца ничего не произошло, то пациент сдаёт кровь на антитела к боррелиям и к вирусу клещевого энцефалита с анализами, опять же, подходит к инфекционисту. Ну и после этого решается вопрос, насколько всё хорошо и благополучно закончилось, либо всё-таки там ещё что-то требуется, какое-то обследование, лечение и так далее. Но, безусловно, что каждому нужно знать, что факт присасывания клеща нельзя оставлять без внимания, потому что заболевания эти серьёзные достаточно, и не всегда они протекают так явно, чтобы не специалист мог вам сказать, здоровы вы или больны. Всё-таки надо обратиться именно к инфекционисту по этому поводу. Даже если обнаружили, например, на себе клеща, который ещё не успел раздуться, что называется, насосаться кровью, а вот только, кажется, ну вот только прикусил, всё равно его нужно хватать и везти. Да, потому что, к сожалению, в России вводятся именно такие клещи, которые нам запускают свои возбудители буквально сразу, как только они присасываются. Вот в американских рекомендациях, там американцы пишут, что если менее суток клещ висел на человеке, то профилактику проводить не нужно. Но у них там другие клещи. И в их клещах возбудители инфекции находятся в кишечнике и не сразу попадают к человеку. А в наших клещах возбудители находятся у него в слюных железах. И как только он присосался, так всё сразу мы и получили от него. Поэтому у нас неважно, сколько он висел, надо всё равно проводить профилактику. Если даже на себе не обнаружил клеща, ты приезжаешь, и тебе делают анализ крови. Ну, в смысле, ты понял, что тебя укусили? Он, может быть, отвалился, найти его не можешь. Не обязательно иметь ведь с собой клеща как образец, да? Да, но дело в том, что антитела к этим инфекциям, они образуются не сразу. Поэтому сразу после присасывания бесполезно, в общем-то, брать кровь. Надо, вот опять же, наблюдаться. И первый раз обычно кровь вот сдают не ранее, чем через три недели. И то ещё бывают такие люди, у которых даже через три недели могут не выработаться антитела, если они заболели. И в этом случае мы рекомендуем ещё потом через три месяца ещё потом сдать кровь для того, чтобы точно исключить факт заболевания. Потому что боролиоз, вот он опасен тем, что у некоторых он вообще протекает в стёртой форме. То есть клиники никакой нет, и только по анализам можно понять, что человек-то всё-таки заболел. Я о какой ситуации сейчас говорю, Елена Олеговна? Вот, например, я, может быть, на себе клеща и не видела, но после такой поездки чувствую себя как-то не очень нормально. Я могу прийти на приём к врачу-инфекционисту и сказать, вы знаете, у меня есть подозрения. Мне не скажут, идите со своими подозрениями домой, пока не увидите каких-то симптомов. Мне расскажут на приёме, что да, давайте будем наблюдаться. Мне распишут вот эту систему, которую вы сейчас рассказали, что придите через столько-то дней, тогда сдадим кровь и так далее. То я имею право так вот прийти и сказать, знаете, у меня есть подозрения. Нет, ну, безусловно, человек имеет право, конечно, и тем более на информацию каждый имеет право, приходите, всё расскажут. Да, но вот я понимаю, что главное, чтобы меня не приняли за женщину, которая слишком на этом зациклена. То есть вот нет же такого, да, люди боятся иногда обращаться и до последнего тянут, пока уже на скорой не увезут. Лучше прийти проконсультироваться. Да, конечно, конечно. А как же мы можем, если мы о прививках уже с вами поговорили, то какие меры защиты мы можем применить для того, чтобы, выезжая на природу или выходя в парк, как выяснилось, городской, защититься от клещей? Наиболее эффективные методы. Продается в настоящее время много различных средств, которые отпугивают клещей, которые убивают клещей. Ну, в частности, обычно мы рекомендуем пользоваться репеллентами, значит, такие средства, которые можно наносить, там, некоторые на кожу, некоторые только на одежду. Есть более такие сильные средства, корицидные, которые вообще убивают клещей, как бы их парализуют, но их обычно наносят на одежду. И если клещ ползёт и попадает, там, где брызнули окорицидом, то его как бы парализуют. Так написано на флакончиках, что это окорицид? Да, ну, окорицидные средства, это, наверное, скорее нужно людям, которые занимаются охотой, там, рыболовством серьёзно, там, где-то в тайге ходят. А нам достаточно репеллентов, которые следует использовать. Если мы о детях говорим, то не все из них можно использовать у детей, но тут надо просто при покупке обратить внимание. Там написано, с какого возраста у детей можно использовать данные средства. А ещё спор идёт, что более эффективно? А вот молочко, например, которое продаётся, оно, кажется, более такое нежное, не так резко пахнет? Или всё-таки спрей, который, ух, такие ядрёные, брызнешь? Ну, вы знаете, исследований, наверное, никто не проводил специальных, каждая фирма, естественно, говорит, что эти средства, да, довольно хороши. Ну, вот по моему опыту, сколько, скажем, я сама использую такие средства, и мои знакомые, мы всегда, когда выезжаем на природу, у нас мы клещей потом не находим на себе. Если пользуешься ими грамотно. А что значит грамотно пользоваться репюлентом? Ну, как, обрабатываться периодически этими средствами, плюс, конечно же, ещё тут важна одежда. Если вы, скажем, идёте куда-то в лес за грибами, там, планируете целый день ходить по лесу, да, то есть в данном случае рекомендуют длинные брюки, там, куртка с длинным рукавом, капюшон. Всё это должно быть так завязано и на ногах, и на руках, чтобы клещ не мог заползти туда, к вам, под одежду, соответственно. Ну, и даже рекомендуют в этом случае периодически, даже находясь в лесу, осматривать тоже друг друга на предмет присасывания клеща. Вот так обычно рассказывают. Ну, и здесь надо ещё помнить, что клещи, они, в общем-то, не на ёлках сидят и на берёзах, а они особенно любят кусты, они любят вырубки, они любят места после пожара леса, там, где начинает расти вот такая молодая порсль. И именно они на таких вот сидят каких-то вот кустах, молодых деревцах, которые ещё не очень высокие, и, соответственно, они ждут свою жертву. Им, собственно говоря, всё равно, кого кусать, нас или животных, им просто нужно питаться чем-то. Буквально есть у нас две минуты до окончания программы. Хорошо, что вы затронули эту тему насчёт животных, я имею в виду домашних животных. Насколько велика вероятность, что ты можешь подцепить клеща от своего питомца, от собаки, которая погуляла на улице, или кошки? Нет, вы не можете подцепить клеща от собаки, потому что если клещ присосался, то он, так сказать, наелся за счёт вашей собаки. Но вы можете заразиться, если вы начнёте голыми руками снимать этих клещей с собаки и случайно, например, раздавите такого клеща. Вот в этом случае, да, вы можете заразиться. Если вы этим занимаетесь, то, по крайней мере, одевайте резиновые перчатки для того, чтобы не заболеть. Потому что я знаю, например, случай у нас в городе, когда девушка снимала так клещей со своей любимой собаки, раздавила клеща, заболела клещевым энцефалитом и погибла. В результате у неё была очень тяжёлая форма. А от собаки, если она заразилась от клеща, мы можем заразиться? Нет, от собаки мы не можем. Собаки, они немножко по-другому болеют. Вот собаки энцефалитом, там вообще сомнительно, болеют ли они. А барлиозом наши собаки болеют. И даже наши местные охотоведы такую выпустили небольшую книжечку про то, как собаки болеют барлиозом. Но от больной собаки заразиться человек не может? Знаете, это недостаточно изучено, но опять же в литературе есть упоминание о том, что в Литве, например, больная собака укусила женщину, и у женщины в этом месте возникла эритема тоже. И вот они предполагают, что таким образом заразиться можно, возможно, тоже. Но это не до конца изученный вопрос. Надо быть на чеку. Такой вывод можно сделать из сегодняшней программы, как минимум до конца сентября. Сейчас время программы подошло к концу. Мы говорили о том, как сохранить здоровье в сезон клещей. Помогала нам разобраться в этом вопросе Елена Утюнкова, врач-инфекционист медицинского центра Лайт. Елена Олеговна, большое спасибо. В студии работала Светлана Занько. Слушайте доктора, берегите свое здоровье и до свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.